Доброе утро. Еще же доброе утро. У меня такая задача была сегодня нетривиальная, показать вам другую перспективу немножко. Показать почему другую, потому что вы же здесь друг друга знаете уже очень хорошо. Такое банковское сообщество очень сложившееся. И где-то иногда, когда мы занимаемся своим любимым делом изо дня в день, то можем что-нибудь просмотреть. Мало вероятно, что это с вами произошло, но чтобы точно нет, я правильно все делаю, что у меня с коллегиером всегда вообще не на правах рекламы. Я почему говорила о другой перспективе, потому что я когда была банкиром, а потом ушла в сферу аутсорса, бизнес-процессов, там HR или рекрутмента, меня спрашивали почему вообще, что там нашла. А я там нашла теперь уже 53 страны, в которых мы делаем бизнес, и всем этим движением я с удовольствием управляю. И у меня была перспектива, вот то, что я сегодня как раз там на переменке буквально рассказывала, была перспектива одна. То есть это была перспектива банк, это была перспектива платежная система. И иногда из-за эквайринга это была перспектива FMCG сектора, а теперь перспектива стала широкая. И каждый из этих клиентов, каждый CEO садится с нами за стол и рассказывает о том, что они сейчас делают, что переживают, что у них происходит, как мы можем им помочь. И вот накопив все то, что я слышу от них из совершенно разных сегментов, я в общем-то и решила принести такую другую перспективу, если так можно выразиться. Что-то будет нам подходить, и мы это будем на себя одевать, что-то нет, но тем не менее. И все это будет через призму, собственно, того года 2020 и уже части 2021, который мы пережили. Начнем, конечно же, с банков, ведь сегодня же день банкира, поэтому все логично. Банки оказались самыми подготовленными вообще игроками, и хотя вначале переживали, мы это тоже немножечко успели обсудить, тем не менее оказались в достаточно комфортной ситуации. Потому что такое количество стресса, который пережили банки на фоне повторяющихся финансовых кризисов, а в Украине еще 2013-2014 год, такое количество слияний, поглощений, закрытий, временных администраций и так далее, которые пережила наша банковская система, что нас уже, честно говоря, наверное, мало чем можно удивить. И поэтому оказалось, что в момент, когда ожидалось, что люди встали и вышли такие, короче, финтех, потому что диджитально, потому что легко, потому что удобно, потому что это очень комфортно, они оказалось не вышли. Потому что вот в момент, значит, стресса мы сжимаемся и идем к хорошо знакомым партнерам, которым мы доверяем. Поэтому, когда спрашивают о том, какое отношение у клиентов к банкам во время карантина, во время всех локдаунов, да, и в следующем году, который мы сейчас переживаем, это два слова всегда. Это траст и резилинс. Резилинс, потому что они мегаустойчивые и уже научились, и траст, потому что им очень доверяют, да, то есть нам реально очень доверяют. Я всегда говорю нам, потому что я то банкир, то такая стала в калоши, там, не знаю, платежная система, то и бизнес. Что круто, капитализированный, ликвидность ок, регулятор уже давно нас щимит, поэтому мы в курсе, как, что, где, мы готовы. Вот, то есть абсолютно готовы, вот, оказались к ситуации, которая сложилась в прошлом году. Что некомфортно банкирам, да, это вот номер один проблема, которая есть на сегодня, и которая усилилась, это маржинальность по продуктам. Почему? Потому что со всех сторон нас теперь давят новые игроки, и, соответственно, я опять же говорю, все-таки, наверное, перспектива Европа-США, вот, но я не думаю, что наши чем-то сильно отличаются, да, то есть мы смотрим в жесткую потерю маржинальности по всем абсолютно продуктам, и нам нужно научиться в этой новой эре, да, выживать, потому что, скорее всего, будет только жестче, да, и все новые игроки будут появляться, и я от банкиров после нас слышала, когда появлялись новые продукты, типа, в смысле, они что, люблю, так работают? Ну да, да, банки так просто еще не умеют. При этом у нас увеличиваются затраты на IT, на технологии, на то, чтобы, опять же, да, digital, чтобы подарить эту автоматизацию, вот, и новое явление, которое, да, вот активно сейчас взрывает рынок, и Украина оказалась, кстати, в пятерке лидеров, это CBDC, то есть это цифровые валюты центробанков. Это такая вообще не смешная история, потому что оказалось, что она точечно происходит, но когда сделали исследование, оказалось, во всем мире, практически в каждой стране что-то в этом направлении делается. А если так много стран подключились к тому, чтобы потестировать, что же такое цифровая валюта, как ее едят, как ее запускать, кто будет это делать, это значит, что это обязательно когда-нибудь произойдет, да, в каком-то формате, и Украина оказалась в пятерке лидеров среди стран, которые двигаются в сторону цифровой валюты и ее запуска. И вот Trust. Вы кто-нибудь слышал такую книжку, есть такая книжка, называется Everybody Lies, да, все лгут. Это очень классный дата-сайентист из Гугла написал эту книгу. Короче, все врут постоянно, все врут, что очень любят инновации, пойдут сейчас и будут открывать, короче, продукты в финтехах, а потом оказывается, что, типа, но банки это родное, и поэтому 82% меха счастливы со своим традиционным банком. То есть они реально не смотрят в то, чтобы куда-то потопать. Это очень странная ситуация, но она сложилась только потому, что карантин. То есть это вот это ощущение нестабильности, а банк вызывал ощущение стабильности. Вот эти слова Trust Resilience, опять же, дали вот такой результат. И посмотрим на цифры снизу, да, сколько людей используют необанки новые, да, как основной банк и как тот основной счет, с которого делаются все платежи. 3-5%. Но при этом они готовы, им интересно. Вот видите, у нас там 40% хотят инновационных сервисов. Это Европа. Да, но это очень свежие. То есть это вот буквально декабрь 2020 и первый квартал 2021 года. Это Британия. Отдельно вообще. Такая же тоже история. Почему Британию взяла? Потому что она самая развитая с точки зрения количества игроков, сколько она запускала в финтехах, да. Говорят, а с какими бы банками вы хотели работать? Вспоминаем книжку в Силгуд. Слева ответы. Старлинг, Монзо. В общем, все подряд. И все финтех. Все необанки. Справа. Я доверяю своему банку 68%. И утверждение. Необанки такие же стабильные, надежные. Я им доверяю, как и обычным банкам. Ответ да, 17%. Посмотрели глубже, 1834 года, 25. Ну то есть доверия больше, но я нахожусь в своем основном банке. Это вот, ну, очень такая странная, но новая ситуация. Я предполагаю, что поскольку для них английский родной, вот, то все вариации типа Challenger, Neo, Mobile Bank, да. Ну потому что настолько традиционен и консервативен рынок в Великобритании, что там, ну, типа, новые банки-то не появляются, даже традиционные. То есть их прям вот очень легко. И более того, их прям очень активно сейчас жарит регулятор, новые банки, да, и необанки. Поэтому люди понимают в новостях, читают, смотрят. И, к сожалению, вот такая вот случилась ситуация. Я ни в коем случае не говорю, что типа Финтех проиграл эту войну. Это случилось внезапно, одномоментно, в связи с конкретной ситуацией, в которой мы оказались с вами в прошлом году. В связи с локдауном, в связи с карантином и с нашим ощущением, мироощущением, да. То есть вот насколько мы готовы к чему-то новому, когда у нас такая засада происходит или нет. В то же время, готовы ли вы поменять свой банк, тут точно такая же картина, да. То есть все вдруг даже оказались счастливы. Даже те, кто несчастливы, не больше, чем 20% готовы рассмотреть такую вероятность в ближайшие 6 месяцев. И только сильно несчастливые 5% реально готовы побанкить, пойти в другое новое место какое-то, да. И что интересно, опять же вспоминаем, все будут ответили на вопрос. И потом им задали вопрос, вы можете одним словом описать банковский софт, банковское программное обеспечение, ваше взаимодействие с банком, вот одним словом. Ну, таких накидали слов. Недостаточный, старый, архаичный, консервативный, что угодно. Но только не то, что они отвечали, когда говорили, готов ли я остаться со своим банком. Да, готов. Да, ну и что, что консервативный. То есть вот опрос, опросу рознь, да, а это разные. Соцсети. Ну, это просто было очень интересно, поэтому я не могла с вами не поделиться. На тему, готовы ли люди в соцсетях делиться, открывать, получать доступ, да, к своим банковским данным и, собственно, проводить операцию. Одно дело проводить, но еще и получать доступ к данным. Вот. Ну, по-разному, в зависимости, конечно же, от возраста, но по большому счету им нужно было сказать, согласны ли они с утверждением, что я чувствую себя комфортно, да, если я могу получить доступ, там, через Фейсбук, не знаю, какой-нибудь там, мессенджер и так далее, к своим банковским данным и проводить операции. Комфортно – это у нас все, что от бордового до красного более-менее, да, то есть половина людей плюс-минус окей. За 45 к 54, ну, не очень окей. Но по большому счету доверие как бы здесь есть, что интересно. Кто основные конкуренты? Я думала, что у банков основной конкурент – это финтех. Не знаю, почему я так думала. Ну, короче, это всегда бигтех, вот, потому что по определению бигтех имеет намного больше данных входящих, да, для того, чтобы отвоевать большой кусок, и у него есть такое же слово – trust. То есть доверие к бигтеху есть. И в этом вопросе вот здесь банки как раз на одном поле находятся, и им намного более как бы опасно, да, и вызывают опасения. Бигтех, дальше их волнует финтех, где-то не о банке их волнует, но больше там особо их, больше интересно, вот, что финтех здесь – это альтернативные лендеры, скорее всего, да, то есть все-таки кредитование, вот это направление, которое немножечко захватывается. Вот их волнует. Ну, и почему мы не спим? Это последнее будет о банках на сегодня именно, да, перед финтехом. Почему не спят топ-менеджеры банков? Здесь это конкретно, опять же, европейский рынок. Больше всего не спят из-за денег, да. То есть больше всего не спят из-за того, что я не знаю, насколько мы испытываем это здесь, у нас, в Украине, да, но вот на рынках, где мега-консервативные банки настолько старые, неудобные и сложные, что там возникло огромное количество финтехов, которые закрывают кредитование, платежи, транзакции и так далее. Вот там прям большая проблема с интерстрейтами. То есть ставки, которые предлагают банки, ставки, которые предлагают по кредитованию финтехи, они разные и прям давление жесткое на самом деле, потому что иначе отвоевать клиента в финтеху сложно. Финтех там готов упасть всегда ниже, да, для того, чтобы получить своего клиента. И поэтому номер один проблема, которая вот у 56% топов, это давление на маржинальность. Вот это первое. Второе – это давление с точки зрения экономики. Экономика ослабла за это время, безусловно, огромное количество бизнесов разрушилось, потерялось, люди потеряли работу и так далее. И стал вопрос, как кредитовать, кого кредитовать, качество портфеля дальше следующий вопрос, да, который беспокоит. Ну и потом уже пошла кибербезопасность, привлечение клиентов. И, честно говоря, как оказалось, регуляторное давление не так уж их и волнует. Ой, теперь не о банке. Да. В общем, слово «траст» мы и разобрали. Не о банке классные, они модные, они очень прикольные, они как я вот в этом пиджаке. То есть если без пиджака, то я буду просто банкиром. А если в пиджаке, то я типа такой финтех. Ну на самом деле глубже, да, они там с технологиями, там с процессами работают классно и так далее, но тем не менее. Что случилось у них? Уменьшилось количество операций. Критично уменьшился интерчейндж, который мы сейчас посмотрим с вами, был основой большинства вообще бизнес-моделей у банков. Кроссбодер вообще отсутствовал практически, да, либо очень слабый, да, в сравнении с тем, что заложили туда в эту бизнес-модель, когда просили денег у инвесторов. Но что самое неприятное, наступает тот самый пятый год у большинства банков, когда они присутствуют на рынке. А это время, когда нужно уже брейкивин. Уже надо как бы показать инвесторам, что мы молодцы, у нас будет доходность, мы сейчас будем расти дальше уже и приносить вам деньги, мы перестанем их у вас просить, а это не происходит. И вот это самое такое большое давление, которое они испытывают. Третье, за них взялись регуляторы. На всех рынках, терпеливо ожидая, они все время играли на таком поле, типа смежно. Ну типа вот у банкиров есть регулирование, а тут как бы смежно. Нам и лицензии-то не очень нужны, мы тут вообще тут мимо проходили. И тут оказалось, что они мимо проходили и начали закрываться. Тут случился большой вот этот кейс, огромный с вайеркарт. Тут же начались расследования, тут же оказалось, что условно говоря, банк Монза на инстант выпущенной карте привлекал к себе быстренько клиентов. Все было просто, в один клик. Он очень удивил клиентов этим простым амбордингом, и все клиенты в восторге, значит, потопали в банк Монза. А потом оказалось, что для того, чтобы стать по-настоящему клиентом банка, получать кредитование, там, типа, делать какие-то операции, нужно было бы попросить их дать документы дополнительные, да, позаполнять дополнительные поля, в общем, провести практически полный процесс амбординга, как у банка. Монза проигнорировал этот этап, вот, клиенты остались, он разрешил им фактически стать клиентами банка, не проведя эту дополнительную верификацию, и теперь он уперся в регулятора. Вот, и теперь что происходит? Мало того, что у нас с вами карантин, локдаун, теперь Монза массово закрывает, просто лочит без объяснения причин, там, единой фразой и формулировкой говорит, извините по нашим внутренним процедурам безопасности, тогда ты, ваш аккаунт залочит, но там остались деньги, и они их не отдают. Но они их не отдают не потому, что они хотят, а потому что они так уже боятся, потому что вот пришел регулятор, а они нормально лизамбордили людей, у них нет документов, да, это, ну, так нельзя работать, в принципе, на рынке. То есть вот та ситуация, с которой сейчас столкнулись на банке, она еще и давление регулятора сверху. Мало того, что им и так-то не верят, тут еще такие ситуации происходят, которые в прессе постоянно, и вот, не алло, а, и их стало очень много. То есть их сначала было мало, и можно было красиво выходить, и рассказывать, как все будет хорошо, но их теперь стало очень много, их уже больше трехстав людей. Вот, они растут огромным темпом постоянно, и теперь им еще нужно соревноваться с самими собой, да, то есть не только с банками, а еще и как бы выделиться на фоне самих неабанков на рынке. Дорого стало привлекать клиентов. Все, что низко висело, все, что плохо обслужили банки, уже давно спалисосили. То есть теперь нужно реально заплатить, чтобы получить этих клиентов. Это, опять же, дорого, а денег банки еще зарабатывать новые не научились. Вот, ну и, конечно, давление со стороны банков. То есть этого они не ожидали. Здесь просто, чтобы сказать, какими темпами росли неабанки и открывались в мире это все вместе, да. Вот, то есть фактически по 70 неабанков открывается каждый год, и вообще ничего не изменилось. В 20-й год никаких изменений не внес. То есть они все открываются и открываются, и у нас скоро будет отдельное, огромное вообще нашествие неабанков повсеместно и вообще по странам. Ну и вот же главное. Они открываются и говорят, что клиенту. Вот как они нашего с вами клиента заинтересовывают. Какой такой крючок они ему предлагают. Кэшбэки, да. Удобство, да. Офигенный юзер экспириенс. Какой-то там очень простой, там классный онбординг. Три клика, два клика, один клик. Да. Управление деньгами удобное, да. Какое-то опять же, да. Ну и обмен. Где, на чем они могут заработать, чтобы выйти хотя бы в ноль. Премиум аккаунты, интерчейндж, который провис в прошлом году. И работая с данными от банков, привлекая новых клиентов и продавая им, собственно, идею того, что они сделают это лучше. Где деньги на самом деле? Деньги в обычных банковских продуктах, таких как депозиты и кредитование. Вот там деньги. То есть фактически это ок, но недостаточно для того, чтобы заработать, показать инвестору нормальный плюс. Вот. Деньги также в нефинансовых сервисах и деньги в инвестировании. То есть там, где ты можешь взять деньги в управление и говорить, я это сделаю хорошо для тебя, за вас, там, не знаю, комфортно и так далее. Это то, как делятся необанки сейчас по направлениям. Вот больше всего денег, конечно, в кредитовании. Ну, это понятно. Там реально можно заработать. И, кстати, эти банки испытывали наименьшие траблы в 2020 году. Дебетная карта такая. Хорошо чувствует себя инвестиции, управление финансами. Ну, обмен валют и кроссбодр просел. Не знаю, как, честно говоря, дальше посмотрим ситуацию с трансфервайсерой валюты. Как росли? Все абсолютно логично. Все, что слева не кредитование, все, что справа кредитование, поэтому рост соответственный, потому что в этот момент мы, как всегда, банкиры чуть прижали к кредитованию, и людям было сложнее. И на всякий случай, если даже нам наврут, что очень хотят, то почему хотят? Ой, я вам мешаю вообще все время смотреть на слайд. Я ушла. Даже если необанки, то почему? Безусловно, ну, три основных причины, да, это потому что вообще хотелось попробовать. Вот. Потом, наверное, вы все сталкивались с ситуацией, когда вам говорят, в смысле у тебя нет карты монобанка? Ну, то есть, я, ну, у меня нет, и это мне все время так смотрят. Вот. То есть, первое, это хочу попробовать. Второе, друзья сказали, коллеги сказали, все пользуются, типа я какой-то отстающий. Вот. Визажистка утром приходила, она назвала, говорит, у меня есть Рафайзен, приват и монобанк. Я подумала, идеальное вообще сочетание. Международный, сильный украинский, да, и необанк. Все есть в кармане. И, конечно же, потому что удобно, да, да, то есть, дальше, потому что удобно. Вот это то, то, что происходит, но не может удержать, да, потому что все равно 3-5, помните, процента, это те, кто использует банк как основной. Здесь на тему, где ставить запятую. Дальше я хотела просто рассказать, что происходит из горячего, то есть, вот, разобрались, банки, необанки, посмотрели, а что происходит из горячего. Это не новая тема вообще, да, средний и малый бизнес. Но как-то исторически мы никак не можем научиться с ним работать. Это какая-то вообще бедося. Они страдают просто колоссально. Это 99% это кровь и ДНК вообще любой страны. И тем не менее, мы никак не можем обслужить средний и малый бизнес, потому что у них постоянная проблема с деньгами. Мы им говорим нет, или мы говорим, мы дадим вам частично, или мы не понимаем, что он вообще бизнесмен, потому что у него есть карта личная, да, и карта, фопная назову ее. Вот. Или ему очень дорого, и он не хочет брать, или он вообще не дошел. Ну, в общем, короче, СМВ это такой сейчас новый, новый, не новый тренд. То есть это все еще очень недообслуженный сегмент, и на этот сегмент не стало вставлять, но на этот сегмент сейчас большинство банкиров, традиционные банки смотрят на то, чтобы все-таки дообслужить. Там есть огромное количество денег. Вот. Хотя, честно говоря, именно средний и малый бизнес просел больше всего. Вот. Больше всего просел, то есть когда у необанков там в одном из пунктов было, да, что они потеряли частично свой доход из-за того, что их целевая аудитория, миллениалы, фрилансеры и средний и малый бизнес. Они, собственно, кто-то совсем вообще не имел финансовой прочности и закрылся. Вот. Кто-то временно закрылся, но тем не менее это такой сегмент, с которым работать сейчас будет очень сложно. И каждый следующий раз, честно говоря, каждый следующий локдаун будет эту историю подмывать постоянно. Вот. Это о том, что ничего нового, да. Кредитование, конечно же, просило. Причем просило оно у финтеха. Точно так же оно проседало и по банку. Я, кстати говоря, не знаю, насколько вот в Украине банки активно продолжали кредитование или нет. Вот. Но здесь четко видно, что это прям в разы уменьшение. Но сейчас это будет восстанавливаться. Вот. Это самая горячая вообще тема. Ну, она есть как бы, да, и у нас, но сейчас она так летит вообще в Европе, так летит она сейчас в США, она сейчас летит очень сильно в Азии. То есть это прям вот на всех абсолютно рынках. Пинпель. Оплата в рассрочку. Купи сейчас, оплати потом там рамными частями. Это ты, тебе это не стоит ни копейки денег. То есть вот это инвестиции. То есть сейчас в эту тему верят все, включая инвесторов. Они голосуют своими деньгами за эту историю. И очень большое количество растет финтеха, да, новых стартапов. Но в то же время вот здесь слева это страны, которые покрыты вообще, да, стартапами с предлагающими этот сервис. Их очень мало. То есть это прямо такое непаханное поле вообще. То есть бинпель это прямо судьба. И вот смотрите, кривая вниз это доходность кредитных карт. Кривая вверх, ну не вертикально, но практически, да, это доход от битбел. То есть это вот рассрочка. Ну и соответственно поднимаются и поднимаются новые стартапы, которые будут вам, будут скоро нашим клиентам с вами предлагать соответствующее решение. Поэтому в эту тему надо поиграть. Фронт. Это не в то, чтобы поиграть, а в то, чтобы знать. Вы это хорошо знаете. Есть отдельный поток, я так понимаю, у вас сегодня, да, потом будут, ну это же новый фронт. Это прям прикольный фронт. Потому что 20-й год это же онлайн. И теперь это ID фронт. Это биометрический фронт. Это вообще не про базовые вещи. То есть мы такие готовы вроде бы все сделать удаленно, но теперь нужно научиться это удаленно, нормально распознавать. Вот. Потому что вот это рост, скачок, который по трем разным территориям огромным. Красным это общий. То есть вот это рост фрода, именно ID фрода, да, который на доступ. Какие их интересуют семьи? Это ну конечно же наши. Прям вот первые, вот сверху. Конечно они хотят денег, поэтому фрод весь топает туда. Что классно? Классно, что 70% этого фрода это простой фрод. Такой, который все нормальные банковские системы в состоянии опознать. Это зачастую будет несоответствие в данных, цифрах, понятно будет, что там фотография, неоригинальные документы, ну и так далее. То есть это такой простой фрод, который можно распознать. 30% это будет посложнее, вот, и совсем маленькая пока часть харда, но я думаю, что они над этим работают объективно. И биометрический фрод. Что только они научились. Фродят селфи, даже видео фродят, то есть даже когда у банков там в апт нужно покачать или у Эпла, фродят даже там, да, то есть что угодно подставляют и растет эта часть бешеным темпом, потому что чем дальше мы будем уходить в онлайн, тем больше будет интересен именно такой вариант фрода, ибо тут доступ к деньгам. Ну и наша сфера с финансовой, исторический номер один вообще интересует. Виктех, те, из-за кого не спят банкиры, причем. Они вообще в суперном шоколаде, потому что они уже в диджитале всегда, они оттуда пришли, они там живут, они вообще с него начали. Клиенты их любят, обожают, доверяют, то есть по доверию они абсолютно равноценные, вот как банковский мир, им доверяют настолько, что готовы с ними реально банки. У них огроменная клиентская база, потрясающее количество данных, и они умеют с ними работать, вот это самая засада большая. Ладно бы, они бы просто имели огромную клиентскую базу, но они же реально работают с данными, то есть то, чем мы все пока только учимся, по большому счету. доверие есть, умение работать есть, бюджет есть, и мотивация тоже есть, потому что так они дадут доп-сервисы, привяжут своих клиентов еще лучше, еще плотнее, а посмотрев BNPL, можно посмотреть, ну то есть там еще и доходность отдельная, в общем, грех не пойти. К вопросу банкирам на тему, какие компании, да, больше всего оказали, окажут еще потом, да, или оказывали в последние два года влияние на банковские сервисы, Google вообще тут номер один поставили, потом Apple, вот, ну то есть это все тот же Big Tech, то есть это, тут нет ни о банках, здесь вот Big Tech как основные те компании, которые будут подрывать вообще основы бытия, и вот, это кладбище, мы этим не закончим, уж нельзя на кладбище заканчивать, но короче, кладбище реально очень прикольно, во-первых, потому что оно чисто ковидное практически, во-вторых, очень разное, и я взяла разные территории, разные совершенно финтех-стартапы, Ксинджи, вы слышали, да, австралийский необанк, бешеная засада, просто взял и открылся в карантин, и закрылся, потому что нет инвестиций, то есть просто не то время, может быть у них бы все получилось, но, кстати говоря, именно австралийский рынок, вот то, что я знаю о нем классно, что там Big Four, четверка банков, владеет всем рынком, им доверяют просто бешено вообще, там, ну очень тяжело необанкам зайти, и тут он еще взял, и, то есть несмотря на то, что он фаундит в 17-м, он запустился в 20-м году, вот, и проработав не очень долго, закрылся из-за инвестиционных проблем, Вонга, это, кстати, очень крутой кейс, Вонга очень долго, да, больше 10 лет на рынке кредитовала кишом коротко клиентов, и все бы было ничего, если бы в прошлом году вдруг не оказалось, что это мега плохое качество вообще портфеля, который просто, ну, типа раз и не возврат, и все, 400 тысяч клиентов, 400 тысяч клиентов на их базе, это было критично, да, то есть они закрылись, потому что они не могли продолжать из-за того, что качество выданных ими кредитов, и ситуация, которая сложилась, да, что покупательская упала, что люди остались без работы, там, и так далее, и вот они оказались в такой ситуации. Симпл, Симпл, вы слышали, но это больше, мне кажется, история про слияние, да, вот, то есть такой банк себе жил-жил, а потом раз, и как бы все счета страны верил в BBVA. Нам с точки зрения бизнесменов, ну, мало о чем этот негативный опыт там здесь скажет. Orange, это очень интересно, потому что это то, о чем мы говорили, это США, управление финансами. Они просто не смогли скелиться, потому что вот в той картинке мира, где мы смотрели на необанки, чем они нас, на какой крючок сажают и как они зарабатывают, они не смогли заработать, они предлагали все for free вообще, никто не захотел, короче, их премиальное что-либо, и они остались без денег, не смогли заскелиться просто, и поэтому закрылись. GoBear, совершенно другая история, это платформа, которая предлагала сравнение, это, кстати, очень похоже на нашу триумовскую историю, наверное, Минфин и так далее, платформа, на которой можно было легко подобрать продукты финансовые, страховые и так далее, то есть вот такая удобная для использования. Сингапур, опять же, инвестиционная проблема, потому что карантин, инвесторы в карантин, небольшие любители в рисковые проекты вкладывать, scale factor, вообще просто вот такое попадание мимо только из-за карантина, потому что они делали бухгалтерия, аккаунтинг и зарплата для СМБ, средне-малый бизнес. Вот, и фактически в 20-м году у них вообще не было спроса, потому что СМБ вообще сидели, деньги искали на продукты себе. Вот, то есть беда оказалась именно из-за того, что просто не было спроса. А финансовой прочности недостаточно, чтобы дожить до момента, когда локдаун снили. Бум! Это очень интересная история, потому что она вам ближе всего будет. В тот момент, когда начали появляться необанки, банки разные, крупные, классные, решили поиграть в свои банки. Вот, типа, у вас есть необоевые, мы тоже пойдем с необанками. Поэтому они делились всегда на три категории. Необанк сам по себе, необанк на базе платформы большого другого банка, да, который запускается, вот как у нас в содружестве там с универсалом, и необанки от Бигтеха. Так вот, Бо, это был необанк, а тройл банка в Схотланд. И фактически в момент, когда случился карантин, его запустили, он проработал шесть месяцев. Шесть месяцев, мы не знаем, сколько денег. Вот там, кстати, вот эти суммы, это деньги инвесторов. Это сколько во время закапывания денег закопали. Вот. Вот у Бо суммы нет, но потому что он же был построен на деньги банка, и банк эту информацию не разглашал, соответственно. Что они решили? Они решили, что, ну типа карантин, не время сейчас, раз. Два. Рынок очень переполнен другими необанками и другими игроками. Неожиданная ситуация вдруг, Вот. И третьи решили сфокусироваться на основном бизнесе. Почему? Потому что, как вы прекрасно знаете, в это время к вам все пришли. Вот. И вот к ним все пришли, а туда никто не пришел. И они такие, типа, ну так а зачем вам тогда? И они достаточно быстро, согласитесь, это такая прям респект. За шесть месяцев они закрыли свой необанк. Ну и в Айркарт услышали эту историю, но там прям цифра такая капитализация была. Это не вложенных денег, это только по ним я указала цифру капитализации, то есть, которая могла бы дальше лететь, но нет. И то, на чем позитивно все-таки, чтобы не на кладбище хотела закончить сегодня, это чего хотят клиенты от нас, независимо от того, мы это банк, мы это не банк, мы это, я в бизнесе, не знаю, бизнес-процессов HR или рекрутмент, это чего хотят клиенты от всех. Они хотят безопасности, безусловно, тут ничего нового для нас с вами, да. Они хотят, чтобы доступ к деньгам был мега быстрый, простой в один клип, чтобы платежи были бесконтактными, вот, чтобы все, что касается обслуживания, можно было бы сделать либо самому, либо желательно еще и удаленно, чтобы не больше пяти минут можно было потратить на отбординг. Не знаю, как это сделать, да, но тем не менее, мне кажется, это возможно. Поэтому тут реально много времени. Чтобы наши продукты были гибкими, под них специально созданные, индивидуальные, и отвечали их требованиям. И, конечно, чтобы им при этом еще и дарили там реварды, купоны. И вот как это поженить с проблемой номер один доходности в банковской системе по продуктам, я не знаю. Это я не могу вам рассказать. Все, спасибо огромное. Спасибо.